Нас атакует новый вирус. В Китае зафиксировали вспышку вируса СФТС, который передается через клещей. Предупредили о вспышке нового смертельного вируса. По последним данным заразилось 60 человек. Умерли 7. Первоначально инфекцию обнаружили в провинции Цзянцю. Позже вирусом заразились жители провинции Аньхой. Одна инфицированных рассказала, что среди симптомов были кашель, высокая температура, снизился уровень лейкоцитов и тромбоцитов в крови. Данный вирус СФТС выявили в 2011 году. Вирус передается от клещей к человеку, но также от зараженного человека к другому человеку через кровь или слизистая. В 2009 году в период с марта по июль в сельских районах провинции Хубэй и Хэнань центрального Китая было выявлено новое заболевание. В том же году от больного был выделен новый вирус, который получил название вирус острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом СФТС. Он относится к роду флебовирус семейства Буньянвериде. Природное хозяева этого вируса иксодовые клещи, но он встречается и у других видов клещей. В Китае СФТС выявляется у многих видов домашних животных и других млекопитающих кошек, мышей, ежей, горностаев. Обычно вирус СФТС встречается в сельских местностях центральных и северо-восточных районов Китая с марта по ноябрь. Пик заражения приходится на период с апреля по июль. В 2011-2012 годах в Китае было зафиксировано 2047 случаев, из которых 129 завершились смертью больных. Средний возраст умерших составил 64 года, при диапазоне возраста больных от 38 до 86 лет. В группу риска входят рабочие сельского хозяйства и пожилые женщины, которые проживают в сельской местности. В разные годы вирус был выявлен на территории Южной Кореи, Японии, Вьетнама и Тайваня. Летальность составляет от 6 до 30 процентов. Проявление заражения вирусом. Острая лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом сопровождается снижением количества тромбоцитов или экоцитов в крови, лихорадкой, поражением желудочно-кишечного тракта, нервной системы и склонностью к кровоточивости слизистых оболочек. Лечение заболевания симптоматическое. Лечение направлено на устранение последствий интоксикации и тромбоцитопенического синдрома. Стоит ли нам, россиянам, опасаться данного вируса? В обзоре 2016 года говорится о потенциальной опасности вируса для россиян. Это обусловлено наличием эпидемических очагов СФТС в сопредельных с дальневосточным регионом Российской Федерации территорий, широким ареалом распространения клещей, являющихся вектором передачи инфекции, высокой летальностью заболевания, сложностью его диагностирования, а также отсутствием средств диагностики, профилактики и лечения. Семейство буньянвирусы насчитывает более 250 серотипов. Они входят в состав 5 родов, одним из которых является флебовирус. Типовыми вирусами данных родов являются вирус буньянвера. Прототипом является вирус, который впервые выделен в Центральной Африке. Название вируса дано по местности буньянвера. Морфология. Вирусы имеют овальную сферическую форму, диаметр 80-120 нм, это средние размеры. При электронной микроскопии вирусы напоминают пончик. Это сложные РНК-геномные содержат 3 внутренних нуклеокапсида со спиральным типом симметрии. Каждый нуклеокапсид имеет нуклеокапсидный белок, уникальную одноцепочечную минус РНК и фермент транскриптазу. По антигенной структуре белок Н является носителем группы специфических свойств, выявляется в РСК. На основании анализа перекрестного связывания в РСК буньянвирусы объединяются в роды, а внутри них на основании РН и реакции торможения гемоглютинации распределяются по серогруппам. Буньянвирусы чувствительны к действию эфира, инактивируются при температуре 56 градусов в течение 30 минут, инактивируются обычными дезинфицирующими свойствами. Буньянвирусом восприимчивы новорожденные белые мыши, белые крысы и хомячки при заражении в головной мозг. Для культивирования вирусов применяют культуры клеток из переносчиков, почки эмбрионов человека и фибробласты куриного эмбриона. Вирусы можно культивировать в куриных эмбрионах. Уникальной моделью является заражение новорожденных белых мышей. Буньянвирусы широко распространены на всех континентах земного шара. Вызываемые заболевания имеют природную очаговость, но данное заболевание передается от человека к человеку и поэтому является особо опасным.